МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Избирком Нинецкого округа зарегистрировал списки кандидатов в окружное собрание депутатов от политических партий «Единая Россия» и ЛДПР. Выдвигают партии кандидатов на пост губернатора. О ходе подготовки к выборам узнаете совсем скоро. Первые шаги беженцев в Нинецком округе. Управление труда и социальной защиты ОФМС России разработали подробную инструкцию для прибывающих граждан из Украины. Как действовать, расскажем в первой части нашего выпуска. В нарезмаре со второй попытки завершен утопительный сезон. По предварительным прогнозам метеорологов, в ближайшее время установится теплая погода. За это короткое северное лето муниципальные образования должны подготовиться к следующему отопительному сезону. Избирательная комиссия Нинецкого округа зарегистрировала списки кандидатов в окружное собрание депутатов от партии «Единая Россия» и ЛДПР. Как следует из документов, компанию партии власти в регионе возглавит Игорь Кошин, а либерал-демократов поведет Владимир Жириновский. Это так называемые партийные локомотивы. Кроме того, в избиркоме продолжают собирать документы от кандидатов в губернаторы. О том, на какой стадии сейчас находится подготовка к выборам, в нашем материале. Всего на предстоящие выборы в региональный парламент свои списки выдвинули 9 партий. После проверки документов избирком первым зарегистрировал КПРФ. И вот сейчас допуск к выборам получили «Единая Россия» и ЛДПР. Кроме того, партии выдвигают своих кандидатов и на пост губернатора региона. Их уже 5. Сейчас они продолжают сбор необходимых документов. Сделать это необходимо до 30 июля. На сегодняшний день выдвинуто пятеро кандидатов. У нас кандидаты выдвигаются только политическими партиями. Самые выдвижения на высшую должность субъекта у нас не предусмотрены. Региональный парламент, как и раньше, формируется через прямые выборы, но с небольшими изменениями. Если действующий созыв состоит из 11 депутатов, то в сентябре зал заседания займет уже 19 народных избранников. 11 по партийным спискам и 8 по одномандатным округам. При этом все кандидаты должны работать строго в рамках правого поля. Нарушителей законодательство не щадит. Могут и с выборов снять. Особенно пристальный контроль за агитационные продукции. Все агитационные материалы, кандидаты, прежде чем распространить, они должны к нам принести сигнальный экземпляр с приложением, допустим, согласия, если есть физические лица, их изображения или выражения. И после этого они имеют право распространять. Все агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда. За этим будут следить юристы избиркома и надзорные органы. Всего в этом году пройдет 4 кампании регионального масштаба и столько же в рамках сельсоветов. Ожидается, что интерес к голосованию будет высоким. Поэтому и явка, скорее всего, превысит среднюю для нашего региона. Илья Сахаров, Закир Вафин, Александр Дуркин, Телеканал Север. Управление труда и социальной защиты Нинецкого округа совместно с Управлением Федеральной миграционной службы разработали пошаговую инструкцию для беженцев, которые приехали на территорию округа из неспокойных районов Украины. В первую очередь им необходимо определить свой правовой статус. Подать документы на оформление разрешения на временное проживание, если они планируют в дальнейшем остаться в округе и получить гражданство России, или на получение сертификата о временном убежище. Для этого необходимо обратиться в Управление Федеральной миграционной службы. По данным УФМС, в настоящее время в регион уже прибыло 23 беженца, 15 взрослых и 8 детей. 10 из них уже подали документы на оформление разрешения на временное проживание. Разница между разрешением на временное проживание и сертификатом на временное убежище небольшая, в правовом статусе. После получения разрешения на временное проживание граждане Украины могут решить вопрос с трудоустройством без получения разрешения на работу, получить все медицинские и социальные гарантии, а в дальнейшем претендовать на получение гражданства Российской Федерации. Период оформления разрешения на временное проживание занимает от 1 до 1,5 месяцев. Сертификат на временное убежище также дает право на получение медицинских и социальных гарантий. Кроме того, сертификат предусматривает оказание помощи в переезде, получение ежедневного пособия на каждого члена семьи не менее 100 рублей и право находиться в пункте временного размещения. Большинство прибывших на территорию региона едут к друзьями-родственникам, поэтому вопрос с проживанием стоит не так остро. Но все же он есть, отметил Сергей Сверидов. В специальных пунктах на территории округа нет. Сегодня рассматриваются здания на территории поселка Искатели, она находится в частной собственности. И после удовлетворения Минфином России нашей заявки на выделение около 10 миллионов рублей вопрос будет решен положительным. Временно мы можем, когда уже совсем негде разместиться, размещаем в комплексном социальное обслуживание, но мы ограничены в возможности. Вот сегодня у нас там проживает две семьи. Ознакомиться подробнее с пошаговой инструкцией для граждан Украины, прибывших на территорию региона, можно на сайте Управления труда и социальной защиты Ненинского округа. Закон о возврате зимнего времени подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, московское время соответствует третьему часовому поясу в национальной шкале времени. Россияне переведут стрелки часов на час назад, 26 октября, и больше времени меняться не будет. Новые субъекты России, Республика Крым и город федерального значения Севастополь будут жить по московскому времени. Удмуртская республика и Самарская область включены в новый часовой пояс, опережающий московское время на один час. Поскольку сейчас в этих субъектах время московское, стрелки часов там переводиться не будут. Новый закон устанавливает часовые зоны. Всего их 11. Ненинский округ вошел во вторую, самую крупную. Напомню, Россия вернется на час назад, 26 октября, и больше времени меняться не будет. Радиаторы в квартирах горожан вновь остыли. В Наринмаре официально завершили отопительный сезон со второй попытки. Первая была неудачной. Тогда коммунальщики тепло отключили, но через пару недель котельные заново пришлось проводить в рабочее состояние. Термометры показывали низкие температуры воздуха, не соответствующие календарному лету. О том, что в столице региона очередной отопительный сезон завершен, сообщила мэр города Татьяна Федорова. Это связано с установлением в Наринмаре положительных температур воздуха. Синоптики на ближайшее время холодов не прогнозируют. Вероятно, небольшие дожди, но дневные температуры ниже 11 градусов не опустятся. Вот что об этом сказал глава региона Игорь Кожин. Цитирую. «Мы живем в условиях заполярья и должны держать руку на пульсе, оперативно реагируя на все внештатные ситуации. Люди не должны чувствовать дискомфорта. И поэтому, если в течение лета будут повторяться такие же ситуации, как возникло в начале июля, просил бы руководителей города, искателей заполярного района по возможности обеспечивать жилые дома и социальные учреждения теплом». Конец цитаты. За короткое северное лето коммунальщики должны подготовиться к следующему отопительному сезону, который предположительно начнется 25 августа. Необходимо отремонтировать сети, теплотрассы и сами котельные. На эти цели выделено около 54 миллионов рублей. Мы прерываемся на короткую рекламу и вот что вы увидите далее. Глава округа представил широкой общественности основные направления развития региона на ближайшие десятилетия. Сотрудники Сбербанка России вынесли свои предложения по развитию проекта. Нинецкой окружной больницы не хватает более пяти десятков врачей. Как решить проблему кадров в своем расширенном интервью рассказал главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Вы давно были в кино? Подарите себе удовольствие просмотра фильма в современном кинотеатре CinemaStar. Приходите всей семьей, приходите парами и компанией. Огромный экран, более 20 квадратных метров, кресло премиум класса, новейшая аппаратура, акустическая система Dolby Digital, новинки мировой и отечественной кинематографии, к услугам посетителей кинобар с попкорном, чипсами начо с различными напитками, бесплатным Wi-Fi. Кинотеатр CinemaStar, поселок Искателей, губки на 5В. Желаем вам приятного просмотра! Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 211717. Продолжаем выпуск. Ознакомиться и предложить варианты по улучшению плана развития Нинецкого округа до 2025 года может любой житель нашего края. Сбербанк – одна из первых организаций города, сотрудники которой обсудили предложения по развитию проекта. Сбербанк, как элемент финансовой структуры государства, крайне заинтересован в создании комфортной среды для развития малого бизнеса в Нинецком округе. Из пяти основных направлений развития округа, указанных в проекте, работники Нинецкого отделения Сбербанка вынесли на обсуждение именно малый бизнес. Так, например, предприниматели жалуются на высокую арендную плату за помещение в городе. Предприниматели сворачивают свою торговлю с большим причинам. В основном причина, потому что не окупается та цена аренды, которая есть. Нинецкий округ остро нуждается в медицинских кадрах, в первую очередь в медсестрах и врачах. Укомплектованность кадрами всего 71%. Из-за этого многим врачам приходится совмещать ставки, например, одновременно работать и терапевтом, и неврологом. Для решения проблемы нужно увеличить привлекательность региона для медицинских кадров из других субъектов. Об этом нам подробно рассказал главный врач окружной больницы Антон Карпунов. Выучился, узнал, приехал. Врачу-биохимику Виктору Мартынову из Северодвинска после окончания университета долго искать работу не пришлось. Получив диплом, он обзвонил друзей. Те посоветовали устроиться в больницу Наринмара. Условия молодому специалисту показались привлекательными и перспективными. К тому же платят хорошо. У нас было длительное общение в течение двух месяцев с главным врачом, с начальником отдела кадров, с самой лабораторией. Какие требования предоставляются ко мне, что от меня будет требоваться, какой фронт работ. И, в принципе, меня все устроило, и я сюда приехал. Через год в заполярную столицу Виктор привез свою семью. Теперь уезжать из Наринмара не планирует. Говорит, работа хорошая, да и природа местная полюбилась. Это чувство знакомо и Александру Берликову. Врач-невролог из деревни Андик к своим профессиональным обязанностям приступил всего несколько месяцев назад. Закончив мединститут в Петербурге, большим городом специалист не соблазнился. Александр предпочел работать в родном округе. О своем выборе теперь совсем не жалеет. В целом нормально, зарплата тоже неплохая, по сравнению с Россией, с Ивановской областью, с той же, если там знакомые ездят. В целом все нравится. Работа кипит по 20 человек, тут по 30 и так далее. Дефицит кадров сейчас – это главная головная боль медицинского учреждения. И хотя ежегодно в регион, чтобы работать, приезжают около 10 новых врачей, список вакантных должностей меньше не становится. Впрочем, проблема с медицинскими кадрами сейчас существует по всей стране. В конце прошлого года в России недосчитали 155 тысяч врачей. Их просто нет на рынке труда, уверяет Антон Карпунов. Поэтому за каждым специалистом идет настоящая охота. Выигрывает тот, кто предоставляет для работника более комфортные условия. В любом случае специалист будет выбирать там, где ему лучше будет работать, лучше будет жить, комфортнее он будет существовать. Для полноценного, молодого, грамотного специалиста немаловажный факт – это условия, в которых он работает. На каком оборудовании, в каком коллективе, на каком расходном материале, какие для этого созданы бытовые условия, оргтехника и так далее. Конечно, в некотором плане наша медицина вполне может потягаться даже со столичной. У нас самое современное оборудование. Лекарственных препаратов тоже хватает. Дело в другом – в служебном жилье. В Наринмаре его просто нет. Приезжие врачи живут в съемных квартирах. Мы внутри своего лечебного учреждения отслеживаем, сколько наших специалистов нуждается в жилье. Сейчас на очереди состоит 41 специалист, но с семьями. Есть еще один фактор, который негативно сказывается на привлекательности региона для медицинских работников из других субъектов страны. Как показывает практика, в большинстве случаев семьи создаются из своей среды. То есть врачи, 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 медсестра. Соответственно, если мы приглашаем такую семью, мы можем закрыть несколько своих проблем. Но при этом было бы здорово, если бы у нас была возможность устроить этого ребенка в садик. Тогда бы оба специалиста могли выходить на работу. Большие надежды врачей Ненецкой окружной больницы возлагают и на местные кадры. Ребят, которые сейчас учатся в медицинских вузах, здесь очень ждут на работу. И тех, кто после получения диплома готов вернуться в Наринмар, немало. Один из них – студент Северного государственного университета Александр Кочетов. Сейчас он уже на пятом курсе, четыре лета подряд практику проходит здесь. Говорит, привыкает к будущей работе, проходя все этапы. Сначала была санитарская, то есть самая грязная работа. Потом была у меня сестринская, то есть уколы, внутривенные вливания, раздача лекарств. Не хватает в больнице и медсестер в регионе. Таких специалистов готовит только социально-гуманитарный колледж. Пупостники хоть и трудоустраиваются, но этого количества все равно недостаточно. Спасает, опять же, совмещение ставок. Молодым специалистам приходится выполнять работу за двух, а то и трех человек. В связи с этим главный врач окружной больницы Антон Карпунов сейчас готовит доклад для губернатора региона на тему девицита кадров, а также конкретные предложения по решению проблемы. Олег Хатанзийский, Сергей Качегов, Телеканал Север. Мы вновь прерываемся на рекламу, и вот что вы увидите далее. На собрании оргкомитета по проведению Дня оленя в Ненинском округе обсудили вопросы медицинского осмотра оленеводов и план мероприятий, приуроченных к празднованию. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон, осенние каникулы и Новый год. Авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надежном туристическом агентстве «Красный город». Улица Ленина, 31. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Продолжаем наш выпуск. 250 школьников в возрасте от 14 до 18 лет трудились в 20 компаниях Наринмара. Предприятие устроили на работу подростков на летний период. Однако 33 школьника были уволены из общественной организации «Молодая гвардия», не отработав положенный срок. 16-летняя Аня Герасимова – одна из уволенных. Летом девушка работает впервые. Заработанные деньги она откладывает на учебу в университете. Узнав об увольнении, не расстроилась. Ане, как и остальным ребятам, объяснили, что их переведут в другую организацию, причем не затратив на это много времени. Ну, это заняло по времени один день. Мы просто забрали заявление, нас уволили, получается, мы подписали все заявления, забрали документы и принесли их в чистый город. Нас тут же приняли, потому что мы уже работали, чтобы времени не терять. Организация «Молодая гвардия» приняла на работу 133 школьника, но денег для всех ребят из казны города не хватило. Оплата подросткового труда по сравнению с прошлым годом существенно возросла – с 6 тысяч до 12. Компенсирует разницу окружной бюджет. А всех уволенных перевели на работу в муниципальное предприятие «Чистый город». Такая же заработная плата остается, такой же график рабочего времени, абсолютно та же работа, но просто меняется работодатель. То есть, ну, перезапричается на работу. Вот, поэтому детей здесь никак не ущемляем. Все вот эти, ну, количество детей, оно всегда ограничено у нас программой городской. То есть, там количество денег ограничено. Мы вели работу, потому что увеличить количество денег, получилось там сэкономить. Работодатели отмечают, желающих работать летом, среди школьников с каждым годом становится все больше. Если в 2010 году за трудоустройством обратило всего несколько десятков человек, то сейчас счет идет на сотни. Константин Ганер, Дмитрий Лукевич, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В КДЦ «Арктика» прошло собрание арт-комитета по проведению Дня оленя. На собрании обсудили и подняли вопросы перелета врачей, представителей СМИ на территорию проведения традиционного праздника, предстоящие мероприятия, покупку спортивного инвентаря и призов. Организовать вылет врачей для проведения медосмотра оленеводческих бригад – первый вопрос, который был поднят на собрании. Для осмотра будет подготовлен отдельный чум. Оленеводов посетит фельдшер из Индиги, флюорографический отряд, а также главный врач одной из амбулаторий округа. Организаторы заверили, что все СПК вовремя получат спортивную атрибутику для проведения мероприятий. Не оставили в стороне и призы. Они в этом году действительно щедрые. Мобильные бани и комплекты спутникового телевидения. Был поднят вопрос и об уничтожении хищников, опасных для оленей. Так, за отстрел двух волков старшему ветеринару СПК ЕРФ Илье Литкову выплатят 18 тысяч рублей. Месяц ходили, мы их просто не могли найти. А искать надо, сколько топлива тратить. Тут просто они, видно, уже как бы голодали, пришли. Для них, как бы, для меня в хорошую, для них в плохую болото. Было два болота, да? Два болота, да. И в один день я, как бы, по свежему следу и управился. Обсудили график выполнения рейсов вертолётов Ми-8 к местам проведения праздника, их загруженность и согласованность с авиаотрядом. Праздник стартует 30 июля в СПК ХАРП и Рассвет Севера. Участие в нём примут и творческие коллективы разных районов. В каждом хозяйстве формируется свой план проведения традиционного праздника День оленя. И, соответственно, он складывается, как бы, из общего собрания оленеводов, чем работниц, проведения спортивных состязаний, культурной и развлекательной программы, награждения и чаепития. Завершится праздник 5 и 6 августа на просторах Большеземельской тундры в общении Ямпто. Надежда Литкова, Роман Рычков, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.